Такой визит – это очень хорошая возможность познакомиться с Беларусью, оценить ее экономически, производственный потенциал, вообще взглянуть по-новому на перспективы развития двустороннего сотрудничества. Вы знаете, что я очень большое внимание уделяю сотрудничеству Беларуси с регионами России. Что касается Новгородской области, то это одна из самых близких нам областей, субъектов Российской Федерации. У нас всегда были добрые отношения, пускай там не заоблачный товарооборот, наверное, где-то около сотни миллионов. Но есть над чем работать, как говорят спортсмены. Но мы очень много покупаем у вас арматурные продукции, химические компоненты, пиломатериал, даже керамику. Личное участие губернаторов в налаживании отношений – это краеугольный камень. Если губернатор будет заинтересован, значит дела будут улучшаться. Очень важно, что ваша область и Беларусь заинтересованы в развитии не просто простой торговли, а в расширении кооперационных связей. Это очень важно. Мы рассчитываем на ваше содействие в вопросах участия наших строителей у вас. Поэтому, если у вас такая заинтересованность будет, давайте попробуем. Пускай с малого начнем. В Беларуси нам машиностроение и выпускаем очень широкую линейку грузовой, дорожной, коммунальной, строительной техники. Я знаю, вы будете посещать некоторые предприятия крупнейшие. Минский тракторный завод, Минский автомобильный завод. Вы будете посещать гигантское предприятие в сельском хозяйстве, в Держинске и так далее. Это крупное предприятие. И хорошо, что вы их посещаете. Я хочу, чтобы посмотрели и убедились, что вот эта рыночная вакханалия, порезать все на куски и поделить, это не единственный выход. Мы сохранили вот эти советские огромные предприятия, но они в рыночных условиях работают, как и многие-многие другие предприятия в мире. И в сельском хозяйстве, в Держинском районе, и почти весь район в одном хозяйстве. И очень эффективно работают. И я помню встречу с немецкими фермерами, которые побывали вот так, как вы, проехали по селу, нас и восхищались. Я говорю, что вы восхищаетесь? У-у-у, говорит господин президент, у нас были такие площади, мы богатыми людьми были. Я говорю, так вы же нас учили раздробить, все на куски поделить и раздать по паям, там и проще. Вы, говорит, это не делайте. Любой участник пытается заработать, и он посеял зерно, убрал, продал. И все душит правительство. Откройте нам границы, чтобы мы продавали зерно. Но зерно надо перерабатывать в молоко-мясо. Вот что главное. Но это сложнее. И, конечно, Россия имеет примеры таких компаний, но этим путем придется идти. Это огромные затраты.